Привет, с вами Габриэл Амберт и история индустрии игр. Я продолжаю рассказ о Electronic Arts и компаниях, входивших в ее состав. В прошлом ролике мы успели затронуть лишь ничтожную часть истории игрового гиганта, посему незамедлительно приступим к рассмотрению его дальнейшей судьбы. В заставка поехали! В 1984 году EA представили игру Стюарта Смита Adventure Construction Set, в которой по аналогии с прочими конструкторами предлагалась возможность создания своих приключений из готовых шаблонов. Гибкая система создания и огромные по тем меркам возможности геймплея сыграли для популярности игры огромную роль. Она тут же завоевала большое количество наград, а также любовь фанатов, некоторые из которых впоследствии заинтересовались в сфере игростроя. Далее EA стала все больше налегать на издательскую деятельность. Так из-под их крыла вышла Bard's Tale от Interplay Production. Игра имела в основе систему Daging and Dragon и отличалась очень продвинутым 3D и анимированными иконками. Конечно, запустующие возможности по созданию персонажа, знакомые сюжетные ходы фэнтезийных миров и механика игрового процесса выдавали очередную вариацию знакомой системы, но особая подача давала новые ощущения от геймплея и повествования. Можно даже сказать, что она стала основоположником в подобной подаче, отсюда и столько восхищенных вердиктов и отзывов. Очередным шедевром Ozark Soft Cape стала Hearts of Africa. Теперь уже приключенческая игра и неофициальный сиквел The Seven Cities of Gold. Отличительной чертой игры стала возможность выполнять сайд-квесты, отличные от сюжетных, причем столько же интересных и увлекательных. Кроме того, игра предлагала уникальный экспириенс в виде экономической составляющей, перекочевавшей стратегии и того, как это хорошо переплетено с прочими составляющими геймплея. Плюс отличная графика и новый интересный опыт. И снова стратегия, на этот раз основанная на вселенной Comic Encounter, известной настольной игры. Цель завоевать и удержать при себе все земли, либо захватить условные города. Разумеется, придется воевать и, соответственно, продумывать тактику. Из-за своей простоты и низкого порога вхождения, она оказалась как популярна, так и гонима со стороны хардкорных игроков. Однако, Lords of Conquest в очередной раз доказала, EA знает толк в играх. Если поначалу электроники тщательно выбирали интересные задумки и были готовы работать в убыток, то теперь игроделы могли запросто рискнуть 80% прибыли, дабы заветный ярлык от Electronic Arts появился на коробке с их игрой. Но, разумеется, тогда было бы рискованно так сразу браться за все подряд. Потому EA, как и прежде, выбирала. Иногда получалось, иногда не очень. Например, Mail Order Monsters. Конструктор, позволяющий приладить к существу любое оружие и заражаться с другим монстром, но уже созданным другом или знакомым. Правда, недостаточная разнообразие и скудность охладили рецензентов. Отсюда и средние оценки. А вот Racing Destruction Set приятно удивила и стала в некотором роде прорывной для жанра. Как и прочие сеты, игра давала возможность конструировать свои трассы и делиться ими. И, конечно, здесь можно было играть в режимах гонки и уничтожения, гоняя на одной из нескольких авто. Игра получила высшие баллы за интересный подход и инновации. Другой Racing Richard Petty Staladega не стал прорывным, но и не был скучным и предлагал гонку на высоких скоростях против столь же быстрых оппонентов. И, как понятно из названия, в создании участвовал известный гонщик на Скар, Richard Petty. А вот следующую программу даже игрой считать трудно. Тимоти Лири Майнс Майер представлял собой скорее интерактивный учебник-книгу от известного писателя и психолога Тимоти Лири, также известного как гуру ЛСД. Здесь даже и сказать нечего, лучше ознакомиться лично. Age of Adventure – это ролевая игра с видом сверху с элементами фэнтези. Вот так кратко и без изысков можно описать игру, прямо как она сама. Чего нельзя сказать про Alien Fires. И даже сюжет есть про спасение вселенной. Хотя игра вышла неясной. Вроде глядишь на неё – не нравится, а как начинаешь играть, так не понимаешь, в чём же она плоха. Это, между прочим, РПГ с сопутствующим разнообразием и даже прокачкой и кастомизацией. Бывали в стане игр EA и текстовые квесты, такие как Амнижия, Томаса Диша. Отличительные особенности – хороший и живой сюжет. Район Манхэттена прописан как предвестник современной механики песочницы. Разработчик Кевин Бэтли поработал на славу, и от того квест входит в список лучших текстовых интерактивных приключений. А вот после EA выпустили танковый симулятор Arctic Fox от создателей Sky Fox – Dynamics. Но об этой студии я поведаю вам в следующем видео, а пока идём дальше. Сиквел The Bar's Tale не заставил себя долго ждать. The Bar's Tale 2 The Destiny Knight показала, как нельзя делать, а именно спешить с выпуском. От того, что игру хоть и расширили, но кривой баланс сделал своё дело. Правда, это нисколько не помешало общему впечатлению от игры. Ведь были новые классы, новые разнообразные задания и удивительный мир Dungeon & Dragon. Dan Dare – Pilot of the Future выпускали на парус Virgin Interactive и разрабатывалась Gang of Five. По сюжету популярных комиксов о Дэн Дарри. Игра – обыкновенный платформер, в котором герой обучен стрелять-прыгать. Но это не главное. Хороший сюжет держит до конца, да и ограничение на 2 часа даёт о себе знать. А вот далее последовал не очень хороший порт Dark Castle на Sega Mega Drive. В основном проблемы были в корявом управлении, ухудшенной графике и скудности звука. А вот сама игра Silicon Beach стала одной из культовых и даже получила свой сиквел. Instant Music оказалась вообще программой и позволила искажать музыкальные композиции. Тем самым создавая новые миксы. Её даже назвали лучшим программным обеспечением месяца для свежей Amiga. Следующая игра оказалась не менее странной и уникальной. Make Your Own Murder Party представляла собой текстовый квест, в котором можно было создать свою уникальную вечеринку со смертельным исходом. Конечно, интересно было бы видеть всё это в натуральную, но тогда приходилось вовсю напрягать воображение. EA выпустили Marble Madness на домашних платформах от Atari Games. Головоломку в изометрии, к слову, коммерчески успешную и в некоторых моментах революционную. В таких элементах, как стерео и использование трекбола. Что не идёт в сравнении с пёстрой снаружи, но бестолково внутри, робот Rascals, снова от Ozark. Вроде игра карточная и выглядит хорошо, но совсем не играется. Так что здесь Electronic Arts уже нужно было настораживаться и впредь не выпускать плохого. И, собственно, у них вышло, когда на свет появился прорезитель всех космосимов Starflight. Игра предоставляла игру космос, открытый для исследования планет, колонизации, дипломатии. В общем, полный набор дел космического разведчика. Об руку с незамысловатым сюжетом. Разрабатывали игру всего 5 человек и мало кто уверил в успех затей. Но, однако, всё выгорело и буквально породило новый жанр. И с первенствами EA не закончила. В релиз вышла Touchdown Football и буквально стала первым симулятором американского футбола на ПК. С механикой, в принципе, всё ясно, но стоит заметить отличную озвучку, где имеются записи голосов рефери и прочих. Продукт вышел качественным и хорошим. Следующей стала Ultimate Wizard. Дополненное переиздание оригинальной Wizard платформера со встроенным редактором уровня. Вообще, редакторы стали неотъемлемой частью игр от Electronic Arts. Например, первый Golf в студии, а именно World Tour Golf, также имел конструктор на борту. Да и сам игровой процесс был очень детально и качественно воссоздан и реализован. Другой симулятор на уже полётах на самолётах Чак Ягер, Advanced Fight Trainer, был сперва изъят из-за проблем с первоначальным названием Fight Simulator. Но на самом деле казалось, будто Microsoft боится такого способного конкурента. Death Lord – очередная RPG, в которой предстоит сразиться с полчищами мобов. Через большое количество уровней и всё это в самурайском восточном стиле. В своё же время игра была недооценена, но потом её важность для индустрии была признана. Чего не случилось у Demon Stalker – топ-даун шутера, который ругали прежде всего за скудность и малое разнообразие. Основоположником спортивного направления EA можно считать релиз Errol Weaver Baseball, в котором из названия, понятно, речь идёт о бейсболе и обо всём сопутствующем. Настоящие чемпионаты, команды, клубы, отличная симуляция для своих лет и вообще все нововведения используются и по сей день. Рецензенты хвалили графику, игровой процесс, а также звук. Earth Orbit Station давала возможность по менеджменту своей космической станции. Созданная Карлом Буйтером, она получила смешанные отзывы, что разительно отличалось от перечисленных лучшим играм всех времён The Fairytale Adventure Book 1. Здесь отзывы звучали только восторженные. И ведь были причины в виде трогающей за душу сюжета, передовой графики с огромным открытым миром без подзагрузок и, конечно, отличная ролевой составляющей. Потом игру перенесли на Sega Mega Drive, и именно Electronic Arts занималась этим. Вот Legacy of the Ensigns, будучи такой же RPG, с неплохим сюжетом и интересной механикой, смогла лишь прославиться своей системой защиты от пиратства. Игру создавали квест-софтвер, о которой в принципе мало кто чего слышал. И пока защиту ломали, EA выпустила Patton vs Roma, хардкорный варгей, в которой давали возможность не только повторить события Второй Мировой, но и посмотреть на личностную драму между Пэттоном и Роммелем, а также изменить ход истории в новое русло. На сегодня всё. Малыми темпами и мы всё-таки просмотрим всю историю EA. Но это будет дальше. И потому, чтобы не пропустить продолжение, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх, если понравилось видео. А также предлагаю поучаствовать в борьбе за уникальный аксессуар ручной работы от Stax. Для участия достаточно прочитать условия конкурса в описании. Историю вспоминал Габриэл Аберт, и я с вами не прощаюсь, лишь говорю до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok